— Ну, что ты там возлеся? Пошли скорее на плес купаться, наши все там уже. И не бегом помчались по дороге вниз, к реке побежали. Матвейка бежал и чувствовал, что еще чуть-чуть, и он прям оторвется от земли. Он взлетит, вспорхает, как та пташечка. Так много энергии было в нем, так полнила сила все его мышцы. Так просила полета его душа. И аж мурашки бежали по телу, а то, что там дома стоит гармошка, та самая гармошка от Игнашки, от друга твоего. И он бежал и счастливо улыбался от этого. Он давно уже обогнал того Игнашку, все, взаде. И тот бежал где-то сзади, просил подождать даже. Но Матвейка не мог остановиться. Он бежал. Даже если бы захотел, меня не остановить уже. Я бежу к речке. Вылетев на берег, Матвейка промчался мимо столбневших мальчишек и девчат и с разбегу, с полного ходу прыгнул в реку. Корабель. Он летел прямо над водой и очень хотел растянуть этот самый миг. Миг счастья. Ему казалось, что он долетел до середины этого немаленького плеса. Он взлетел. И в воду ухнул шумно. Погрузился с головой и все звуки, как отрезало тонкой пленкой воды. Приглушило. И только биение сердца и приглушенный водой плеск, только это и слышал он. И Матвейка открыл глаза. Чарыш нес его под водой очень быстро, и он рванулся вверх, оттолкнувшись от дна и загребая руками. Легкие горели от нехватки воздуха, и перед глазами вставали красные круги. Но Матвейка был спокойный, потому что Чарыш, он любил его. И Матвейка не забывал бросить его воды к краюху хлеба. Он всегда благодарил речку за ласку. И, вырвавшись на поверхность, Матвейка зазирался. Далеко ли унесло его течение? Оказалось, далеко. Вот он, момент счастья, как отнесло-то, растянул момент. Короткими саженками он поплыл к берегу, беря по диагонали. Так легче было преодолевать течение. Выбравшись на берег, стянул с себя мокрую рубаху из грубой домотканной холстины и растянулся на травке. Он восстанавливал дыхание. — Я на солнышке лежу. И, полежав так немного, он поднялся, отжал штаны и рубаху и пошел к ребятам. Те встретили его шумными поздравлениями, похлопываниями по плечу и дружескими тычками в бок. — Я тебя тыкну. А Анюта, худенькая и зеленоглазая, неловко чмокнула его в щеку, страшно покраснев при этом, но чмокнула. И Матвейка почувствовал, как щеки и уши его, о-о-о, наливаются жаром. А в голове металась всего одна глупая мыслишка. — Че это она, а? И ребята тут же подметили это. Да и как было не подметить? Всего двое из них были такого замечательного пунцового колера, что можно было темные углы освещать. И принялись подтрунивать. — Хм, тили-тили тесто, жених и невеста, а-а-а-а. И Матвейка вскинулся было, но тут же остыл. Ребята веселились от души, не хотели обидеть. Безобидная вроде как шутка, но злит. А вот Анюта, закрыв лицо руками, побежала прочь, чтобы не видели. Матвейка не пошел за ней. — Не. — Незачем. Захочет — сама вернется и будет веселиться со всеми. — Как деть тебя учил? — Никогда не гоняйся за автобусами и за девками, потому что все одно хер догонишь. — Хм, точно. И они купались, доставали со дна камешки, переплывали плес туда и обратно, старались, чтобы не снесло течением слишком далеко. — Побеждал тот, кто выходил на свой берег, ближе всех к теплившемуся на берегу костерку. — Погрейся. Матвейка побеждал сегодня во всех состязаниях. Это был его день, полон энергии. А потом они пошли к нему домой, где мама с отцом уже приготовили на улице большой стол, уставили его пирогами и наваристой ухой. — Уху, будешь? — Посреди стола красовался большой запеченный гусь с яблоками. И все расселись шумной гурбой по кругу. А Нюта, она тоже пришла, не гоняй за автобусами, сама пришла на остановку. И Матвейка сел с одного торца стола, а отец с мамкой — с другого. Отец поднялся, одернул рубаху и огладил свою бороду. — Ну, сынок, вот ты повзрослел. Теперь, если что со мной случись, будешь ты уже главным в этом доме. — Ну-ну, мать! И он приподнял, скинувши на него глаза жену. — Да будет! Сыночек наш вырос! Поздравляю тебя, сынок! И с этими словами отец излег из-под стола и протянул Матвею длинный сверток. И сердце забухало в груди. Он боялся поверить глазам. Но руки уже сжимали в руках, ощущали тяжелую надежность винтовки. Дрожащими руками Матвей развернул эту холстину. И на свет появилась берданка, новенькая, еще в смазке. И он запомнил этот запах до конца своих дней. Новый, неистертый приклад, блестящий ствол и этот запах масла. Матвейка приложился. Приклад удобно уперся ему в плечо, как будто друг руку положил. Ну, ну, здорово! Хм, рука друга! Привет! И Матвей поднял на отца сияющие глаза и не стал ничего говорить. Все и так было понятно. А мама смотрела на него и грустно улыбалась. А потом? Потом Игнат попросил гармонь и так урезал, что ноги сами пустились в пляс. А? Знаешь такую песню? А? Такую песню. И Матвейка улучшил момент и сказал ему. Зачем же ты сказал, что играть не умеешь? А? Да я только что научился. И Игнат подмигнул ему, тряхнул соломенными волосами и заиграл еще пуще. Играй, гармонь! И вот так вот прошла неделя. Матвей изнывал от нетерпения пострелять из этой берданки. А что она в масле стоит? Пахнет! Ну, отец запретил ему. Ты сначала научись разбирать, собирать с закрытыми глазами. Ходить за оружием. Ты пойми, как оно работает. Понимаешь? И только потом учись уже стрелять. А иначе только навредишь. И сказал, как отрезал. Когда отец говорил таким тоном, спокойными рублеными фразами, о не, спорить с ним было никак, бесполезно. И Матвейка учился. Что ему оставалось делать? Хочешь стрелять? Учись. Грызи камень и науки. И он разбирал и собирал, смазывал, чистил, прикладывал к плечу и долго выцеливал. Привыкал к весу винтовки в руках. И Матвейка учился с ней ходить. Брал ее с собой в лес и ходил, постепенно переставая ощущать вес на плече. Какая развесовка. И, наконец, пришел тот день, когда отец утром вдруг сказал. Ну все, собирайся. Подъем. В тайгу поедем. И ружье свое не забудь. И Матвейка обрадовался, засуетился, собирая все потребное в дорогу. А что у него? У него все готово. Все. Пора. Ехаем. Сначала на пасеку проверить там все. А потом зимовье. Попутно по еланям посмотреть травы. Ага. Телега привычно тряслась на ухабах. Сирко бежал рядом. Мей собака, мей собака, мей пэс. Иногда нырял в высокую траву, травушку, как на тех волнах. Не было его видно. Хе-хе. Нырял. В воздухе висел гул комаров и слепни. Солнце неярко светило сквозь тонкую пелену знойных облаков. Такие бывают после долгой жары, затягивают тонкий кисею небо и не пускают жару к земле, создавая парник. Земля парит, предвещая близкую грозу. Воздух настаивается на терпких запахах полевых трав и влажной земли, хвои и листвы, становясь густым и таким плотным. И разливается вокруг такое тревожное ожидание. Кузнечики поют как-то вместе. Кузнечики поют как-то вместе. Не вместе все, как раньше, а по одному. А комары и оводы атакуют особенно зло. «Ух, злюки!» И даже птицы поют так, будто боятся криком прорвать эту тонкую пелену. И тогда все на землю хлынет. Матвейка сидел, поглаживая берданку, и поглядывал вперед, на дорогу. Коробка с патронами стояла тут же, рядом. Да и в поясном мешке тоже лежал десяток. Все у него заготовлено. И вот телега закатилась в лес. И звуки как отрезало. В лесу стояла тишина. Ни ветерка тебе, ни насекомых не слышно. Все приготовились к грозе. Сейчас жахнет. Отец настегивал лошадку, торопился тоже успеть до дождя. Матвей же соскочил с телеги и принялся обрывать березовые ветки с уже основательно проклюнувшейся листвой. «Самая пора веники вязать. И мы вяжем». Оборванными ветками начал укрывать сложенный в телеге провиант, патроны и оружие. Отец только одобрительно глянул и подстегнул лошадку в очередной раз. До пасеки они добрались как раз к моменту, когда в небе тяжело прокатился первый гулкий раскат грома. И как дед говорил, эта бозенька ругается. Надо хреститься. И я хрещусь. И тут подул ветер, срывая и унося в сторону липкую паутину знойных облаков, освежая своим влажным, прохладным дыханием. И березки весело зашумели листьями, зашептались, радуясь его приходу. И они быстро стаскали все в шалашик, привязали лошадь и поставили телегу на попа, облокотив ее на сосенку возле шалаша, ногами кверху. И пошли было осматривать пасеку. Но громкий раскат грома прямо над головой, ох, загнал их в шалашик. Все, не выходи. Бозенька ругается. Да. На кого-то прогневился. На людей-то. Да. А что ж мы такого сделали? Да не на тебя, нет. Кто-то что-то не так сделал. Видишь, как ругается. И я опять хрещусь. И тут же небеса разверзлись. Ливень хлынул стеной, как будто в небе кто-то перевернул бездонное ведро. И вода лилась из него сплошным потоком. Белая стена дождя, сначала почти горячего, накрыла всю пасеку. Гулка стучала по ульям и стенам шалаша, по телеге и быстро наполняющимся ведром и котелку. Батя курил, и дым никак не мог выйти за пределы шалаша. Он так и оседал здесь, на землю, наполняя все вокруг запахом самосада. А гром гремел, не переставая. Трескучие молнии разрывали тучи над самой головой. А вдруг суда бабахнет. И вдруг одна из молний действительно угодила точно в верхушку стоящей перед ними сосны. И аж хрустнула. Матвейка видел, как молния ударила в дерево и застыла на пару мгновений в воздухе. А затем с соглушительным треском сосна лопнула навпополам. Полетела щепа и запахла горелым деревом. Вот это сила! И лошадь забилась на привязи. Она приседала на задние ноги и бешено дергала головой. Отец выскочил под дождь и начал ее успокаивать. А потом... Потом Матвейка увидел впервые в жизни, как дерево горит изнутри. И щепки моментально погасли под ливнем. А вот внутри сосна она продолжала гореть. И постепенно ствол чернел. Он набирался жара. Шипел и плевался брызгами. Это ж надо ж так! Столько энергии! А гроза закончилась так же быстро, как и началась. Дождь просто перестал идти, и солнце засверкало, запалало солнечко. Заиграло в каплях воды, на траве и на листиках. Как и не было ничего. Никто не грозился. Воздух пах небывалой свежестью и молодой листвой. Ах, благодать! И они пошли смотреть пасеку. Уже можно. Пчелы уже деловито кружились возле литков. Они осматривали ульи. Все улики были целы. Никто их не потревожил. Поляна густо усыпана цветами и травами. И работы у пчел было хоть отбавляй. Отец открыл крышку одного из ульев и достал рамку. Она уже была заполнена сотами и постепенно наполнялась медом. Часть сот уже были запечатаны. И отец удовлетворенно хмыкнул, поставил рамку на место и закрыл крышку. Что удивительно, пчелы его никогда не кусали. Он свой. А почему? Непонятно. Как большая пчела. Королевна. Вот, Матвейка. Видишь, как оно устроено все? Дождь не дождь, а пчела свое дело завсегда знает. Бать, а? Бать, а как травы выбирать? Вдруг спросил Матвейка. Хм. А ты вот смотри за пчелками. Они на какую попало траву, они никогда не сядут. Только на самую, что ни на есть полезную и пригодную для сбора. Вот так. Хотя в засуху пчелы даже на пропасть не кормятся. И такое тоже бывает. Но тот мед горький. Он черный. Ну, наверное, пользительный. Да? Хм. И осмотрев пасеку, они засобирались в путь. Ночевать здесь смысла просто не было. Нужно было припас зимовью забросить. Скоро туда заезжать на заготовку грибов уже надо. И они отправились. Матвейка хотел было зарядить берданку, но отец запретил. Никогда, запомни, никогда не держи патрон в стволе, а то еще убьешь кого ненароком. Собираешься стрелять? Вот только тогда заряжай. Понял? Ну, или если опасность какая. А просто так? Никогда не моги. А вдруг медведь? Бать? Хм. Сирко тебя всегда предупредит. А ты только поглядывай. Успеешь. И он глядел во все глаза, в глубине души, даже желая, чтобы Сирко подал знак. Я стрелять хочу. Вам понятно? Но все было тихо и спокойно. И Матвейка смирился с этим. И вот добравшись до зимовья, они разом остановились. Дверь была сорвана и лежала внутри. Мешок из-под муки тоже лежал на пороге, наполовину выпотрошенный. И везде были медвежьи следы. Но, правда, уже застарелые. М-м-м. Заходил гость в Адмедя. И сейчас Матвейка зарядил берданку. Теперь можно уже. Затвор сыто лязгнул, загоняя патрон в ствол. Матвейка настороженно осматривался, хотя Сирко велся беспокойно. И даже пару раз недоуменно глянул на друга. Че-то ты, мол, а? В охотника тут играешь, а? Ха-ха. Ну да. И они зашли в зимовье. И засветили лампу. Ну да. Набедокурил косолапый. М-м-м. Стол перевернут. Печка на боку лежит. Шо он там споглядал-то? Мукой засыпано все вокруг. А посреди зимовья, прямо напротив входа, зловонная куча. А-а-а. Печать. Шо он тут был? Все его, да? Хм. Хозяин. Ну да. Убирались долго. И пока наводили порядок, отец все ворчал под нос. Что за вот это вот найдет и расстреляет того в адмеде. И они восстановили печечку. Но, правда, после того, как вынесли кучу. Вот когда он выносил кучу, вот тогда, о да, тогда матюкался. А-а-а-а. Обмазали глиной трубу, чтобы не дымило, и затеялись ужин готовить. Наварили каши. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. И-с-с. Гладил его под ухом. Но посреди ночи он вдруг заволновался. Насторожился сначала, а потом низко утробно зарычал, глядя на дверь. И Матвейка проснулся, сел и прислушался. Снаружи доносилось какое-то пыхтение, тяжелое и такое мощное. И от двери вдруг потянуло мокрой псиной. Отец тоже уже не спал. Ишь, сповадился. И одними только губами прошептал Матвею. — Бери, ружо. И сам потянулся к своей бердане. Матвей бесшумно соскользнул с нар и прижал морду Серко рукой сверху. Этот знак означал тихо, и Серко привычно умолк. — Сейчас не надо. И взял берданку и медленно зарядил. Медленно отпустил затвор. Тот с тихим лязгом встал на место. Все. Готовенький. Но сопение меж тем оно немного отдалилось. Уже где-то там, вдали. И отец тоже зарядил бердану и сидел на краю нар, готовый стрелять в любой миг. Выходить сейчас в ночь было просто безумие. Ведь непонятно, где медведь. Ты никак не успеешь довернуть ружье и выстрелить, если он вдруг из темноты на тебя кинется. Это никак. Нереально. И оставалось сидеть и ждать. Именно так Матвей узнал, что наличие даже двух заряженных винтовок в руках неробких людей не всегда, да, далеко не всегда играет решающую роль здесь, в тайге. И вот так вот они просидели полночи с берданками. Сирко временами нервно поднимал голову и глухо взрыкивал. Медведь бродил где-то рядом и, наверное, чувствовал их запах. Отец сказал перед сном. Так, все, завтра пойдем его стрелять. Хватит. Повадился, да? Он нам покою не даст здесь. Раз уже трижды здесь был, все, будет ходить еще. И Матвейка уснул сразу. Сказался долгий день и бессонная ночь. Вырубился. Утром проснулись с тяжелыми головами. Позавтракали и стали собираться. Искать медведя можно было долго, но сирко они рассчитывали управиться за день. Все вокруг было истоптано медведем. Следы были очень крупными, в три ладони Матвея. И отец только осмотрел их внимательно, но ничего не сказал. И они пошли. Шли, чутко осматриваясь, и смотрели на сирко, на его шерсть дыбаком, чтоб не встала. А тот бежал носом в землю, иногда поднимая морду вверх, и нюхал воздух. Петляли так по тайге часа четыре уже, когда перед заросшим балком сирко встал, как вкопанный. Шерсть на загривке поднялась дыбаком, лапы напружинились, морда пригнулась к земле, и уши прижались к голове. Отец пошел чуть правее, знаком показав Матвея встать наоборот левее, чуть. Сирко нырнул в заросли, и тут же оттуда раздался его бешеный лай и низкий, страшный рев медведя. И Матвейка же слаб в коленях на какой-то миг. Такой жуткий был этот рев! Низкий и вибрирующий рык! О-о-о-о, прямо! А потом сирко выскочил из кустов по другую сторону балка и запрыгал на краю, азартно облаивая эти кусты. Но медведь уже не показывался. И отец жестом подманил Матвейку к себе. И очень вовремя медведь вылетел из кустов прямо в их сторону. И остановился. Низко опустив голову и качая ей из стороны в сторону, он смотрел на них взглядом, мутным от ярости, и низко рычал, обнажая желтые клыки. Потом рявкнул на них, дернув головой, и топнул передними лапами, и как-то смешно подпрыгнув при этом. О-о-о, во-дмедь! И все это заняло какие-то доли мгновения. И вдруг из кустов вылетел сирко и сходу вцепился в ляжку медведю. Тот вертелся, пытаясь достать собаку лапой с длиннющими когтями, и рыча широко раздинул свою пасть. А отец уже целился, и Матвейка тоже вскинул винтовку к плечу. Поймал момент, когда медведь повернулся, именно левым боком, и выстрелил. Приклад боднул в плечо увесисто, и пуля угодила в заднюю ногу. Медведь дернулся. Ух, за штаны! И в то же мгновение еще один выстрел. Это был уже отец на подмоге. Бах! Его пуля пришлась в шею, чуть ниже уха. Медведь упал, как подкоженный, при этом дернув головою. Как пчела ужалила. Даже не понял, откуда. А? И Матвейка шагнул было к нему. Но отец схватил его за рукав. Стой! Куда пошел? Нельзя! Никогда к зверю битому не подходи, пока не уверишься, что убил. Смотри, уши торчком стоят. Видишь? Вижу. И Матвейка слегка опешил от такой резкости отца, что так резко не можно. Живой он. Он момента ждет, чтобы кинуться. Даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации. А сам тем временем быстро перезарядился. И Матвей повторил за ним действие. Отец прицелился и выстрелил еще раз. Прямо за ухо. И на этот раз медведь дернулся. И совсем обмяк. И из ноздрей хлынула густая темная кровь. Ну, вот теперь готовый. Готовенький. И отец подошел к медведю и принялся его осматривать. Навшел входной от пули Матвейки. На бедре было. Пуля прошла на вылет, пробив брушину. Но что это для него? А потом принялся осматривать шею. И подозвал Матвейку. Вот, гляди. Первая моя пуля его только оглушила. Прошла по касательной. Ударила вон по черепу. Это как кувалдой треснуть. Ну, вот он и лежал. А уши выдали его. Если бы ты подошел, сломал бы он тебя. Нельзя так. А вот вторая, она за ухо вошла. И в мозг ему ушла. Так что сполим, сынок. Сполим. А он всегда запомни, сынок. Медведь всегда запомнит. И всегда отомстит тебе. С разделкой туши медведя они провозили с часа четыре. Медведь был просто огромным. Одна лапа, как все тело Матвея, в толщину. Когти, что твои ножи. А ступней мог накрыть, наверное, все тело Матвейки от пояса до шеи. Ну, так ему показалось. И вот, сняв шкуру, отрезав лапы и вырубив ребра, остальное они скинули в болок. Там найдется, кому поживиться. Надо тоже делиться. В зимовье они варили лапы, нарезали полосками мяса и коптили его аж целых два дня. К слову, отварная медвежья лапа, она очень похожа на человеческую кисть. Вы не знали? А домой вернулись с добычей. А Матвейка еще и с первым охотничьим опытом. Все. Отец вернулся из города каким-то возбужденным и растерянным. И Матвей впервые видел его таким. Зашел в дом, сел за стол и бросил на него картос. И закурил. Долго и молча курил. А потом, глядя прямо на Матвея, сказал. На войну позвали. С немцем биться будем. И принялся крутить новую самокрутку. И мама зашарила рукой. Она нащупывала лавку. Села, присела, прижав руку к рту и молча смотря на отца. Она так и привалилась к той стеночке. Матвейка молча обнял отца. Прижался, вдыхая такой родной запах. А потом вдруг отстранился и спросил. — Бать, она долго? — Да кто ж его знает, сынок. Вот как немца побьем, так и пройду, чтоб не лезли. И мама беззвучно заплакала, не вытирая слез. И они так и капали, и капали на вышитую рубашку, оставляя на ней маленькие темные пятнышки. Кап. Кап. — Бать, а куда идешь-то? Матвейка пытался спрятать свой страх за этими вопросами. — Ну, сначала в город, а оттуда поездом в столицу поедем. — Да. — А отказаться? — Отказаться никак? — спросил Матвейка и смутился вдруг. — Ты чего это, сынок? Немца бить надо, иначе он завтра здесь квартировать станет. — Нет, мы ему уже покажем там. И отец отложил недокрученную папироску и поднялся, стукнув кулаком по столу. А потом как-то обмяк. Сел вновь и принялся заново крутить самокруточку. Но сборы были недолгими. Отец взял верную берданку, в мешок сложил одежду, кое-как. Сверху каравай и добрый шмат соленого сала. На поезд подвесил старую мятую флягу с самогоном. И вот присели на дорожечку. И отец сказал Матвею. — Сынок, ты остаешься здесь за главного. Оставляю тебе все патроны. Бережно расходуй. Зазря не пали. Пасека на тебе. Мать поможет. Она все знает. Зимовье не забрасывай. В этот год грибов много будет. Заготовить надо. Поросей по осени забейте. К соседу пойдешь. Он дома по здоровью остается. Он поможет. Я уже договорился. Солонины наготовьте. Ты на баньке-то это, крышу поднови, а то прохуделась. И это, мать, береги. Помогай ей во всем. И Матвейка слушал, слушал, слушал все это и не слышал этого всего. Все это было как-то невзаправду. Как в том сне приснилось. Но не могло такого быть. Батя, он же всегда был рядом. Он всегда учил, всегда подсказывал, всегда под боком. И всегда говорил о том, как Матвейка останется главным, если вдруг что. И вот когда в далекой северной столице расстреляли демонстрацию, а потом в главной столице случилось восстание, По деревне загуляли слухи, что вот сейчас всех соберут и повезут в столицу. Все царя защищать. Матвей тогда был совсем маленький, но очень хорошо помнил взволнованные глаза мамы и общие деревенские сборы. Отец тогда говорил что-то, по обыкновению рубя ладонью воздух. Толпа волновалась и качалась вся. А Матвейка висел на заборе и ничего не понимал, но страшно гордился отцом при этом. И вот это самое, если вдруг что, вот оно, наступило, вмиг повзрослел. Именно что вдруг наступило. Матвей очень страшился за отца, боялся ответственности и неизвестности. Совсем немного. Он пытался и не мог осознать, что вот прямо сейчас ему надо стать сразу же взрослым, сразу же за всех, загородить, как те ворота. Он не был готов к этому. Никак. Не подготовленный. Отец так многому его еще не научил, так много не рассказал навовсе. Хорошо, хоть медведи того мы вместе застрелили. Вдруг подумалось ему не к месту. И суматошные мысли приняли совсем другое направление. Как охотиться и на кого? И когда самое главное? Ведь уже не вместе. Как травы заготавливать? Ягоды с грибами? Как солонину делать? А как мясо закоптить? И это целая тысяча как, почему и зачем так и вертелось в голове. Но спрашивать Матвей не стал. Незачем. Не на это надо было тратить эти последние оставшиеся минуты. И они пошли провожать отца. Мама шла, прижавшись к нему. А отец обнимал ее за плечи. Матвейка шел с другой стороны. Он нес отцовскую берданку. И точно так же по улице шли семьи все. Шли на площадь перед домом старосты. Там уже собралась вся деревня. Но все стояли по отдельности друг с другом. Урывая последние минутки. А потом на крыльцо вышел староста и громко заговорил. Началась война. И надо бить австрияк. Загнать их в их норы. Давайте, мужики, а мы вас ждем. За семьями вашими догляд будет. Вы не волнуйтесь. Не бросим ведь, а, народ? И народ на площади загомонил. Послышались даже выкрики. Не бросим, конечно. И отец обнял их с матерью, расцеловал крепко, царапая жесткой щетиной щеки, подхватил берданку и пошел к крыльцу. Там уже выстраивался отряд из десяти деревенских мужиков, которых позвали воевать. Тут же стояли две подводы, на которых им предстояло отправиться в город. На одной из подвод сидел незрачный пузатый мужичонка в болотном кителе и мятой фуражке. И тут прозвучала команда. И мужики расселись по подводам, закинув туда же свои пожитки все. И свистнул кнут, и подводы со скрипом тронулись с места. «Поехали!» А над площадью висела мертвецкая тишина. И в этой тишине скрип колес звучал особенно тоскливо. Толпа двинулась следом за подводами. Провожали мужиков. «На войну!» Постепенно толпа провожающих редела, и только мальчишки да старшаки продолжали молча идти за маленьким караваном. А отец сидел и смотрел на Матвейку, не отрываясь. И этот взгляд на всю жизнь запомнил. А затем вдруг соскочил легко, прижал его к себе порывисто, отстранил за плечи и, глядя в глаза, сказал весело. «Ты не грусти, сын. Живы будем, не помрем. Ты, главное, мать береги. Слышишь?» Развернулся и в два прыжка догнал под воду, запрыгнул на нее и закурил, улыбаясь при этом. Именно таким его Матвейка и запомнил, улыбающимся и с самокруткой в зубах. И Матвейка так и стоял, потерянно опустив руки, и смотрел вслед отцу. И эти злые слезы так и капали в ту пылюку. И он развернулся и пошел к дому. Пора было становиться главным. Все. А над всей деревней повисла эта тягостная тишина. Мальчишки не носились по улицам. Гоняли куры, поросят. Нет, этого не было. Женщины не судачили, облокотясь на калиточки. Все. Тишина. Только старушки сидели на заваленках, согреваясь на солнышке. Кровь уже не грела. Все. Оставшиеся в деревне мужики собрались на площади со старшаками, держали совет по дальнейшему деревенскому обустройству. Нужно было как-то перераспределять силы. Как ставить сено на всю деревню? Как картошку копать? Да мало ли дел в деревне? А рук заметно поубавилось. И Матвейка тоже пошел на площадь. Он рассудил, что раз уж остался вместо отца, то и понимать все должен, как отец. Мужики молча глянули на него и подвинулись, давая место в общем кругу. А Матвейка молчал, молчал и слушал, что старшие говорят, и со своими мыслями вперед не лез. Не можно. Он впитывал каждое слово и пытался разобраться в причинах тех или иных решений. Когда речь зашла о помощи каждому из десяти дворов, оставшихся без хозяев, Матвейка все же не смолчал. — Почему без хозяев? Отец меня за главного оставил. Значит, я и есть хозяин. И тут мужики переглянулись, одобрительно посмеиваясь. И староста спросил с хитрецой. — А ты сам со своим хозяйством правишься? Ты хозяин. И Матвейка смутился, но он обычился упрямо. — Надо будет. И справлюсь. — Да ты не ершись, Матвей. Мы помочь хотим, понимаешь? А хозяин, конечно, ты, — вступил в разговор тот самый старшек, который раньше нарвил Матвея пнуть или подзатыльником наградить. А сейчас смотри, как оно все повернулось. И аж мурашки пошли от этого. Никогда такого не было. И Матвейка глянул на него, но ничего не ответил. И порешили так. Сначала всей деревней делают все деревенские дела, а потом помогают уже каждому из десяти дворов. И Матвейка пошел домой. Там ждала мама. Надо было делать домашние дела. Подоить корову, прибрать в хлеву, задать корма. Да что там, дел на дворе всегда великое множество. Делай, делай, не переделай их. А мать сидела на заваленке, подперев щеку кулаком, и перебирала пальцами шерсть на загривке, лежащего у ее ног серка. А тот блаженно щурился и даже не встал навстречу Матвейку. Только хвостом шевельнул лениво. Мол, пришел или как. Увидев Матвея, мать подхватила с крыльца, обняла его и порывисто заплакала наконец. Она отпускала свой страх. И Матвейка гладил ее по спине и уговаривал не плакать. А потом они до самого вечера занимались домашними делами. Грустить было особо некогда. Дела делать надо. На ужин был тоже непривычным. Отцовское место пустовало, и стол выглядел как щербатый рот. Мать поставила было Матвееву миску на отцовское место. Матвей молча глянул на нее из-под лобья и переставил на свое привычное место. За ужином он рассказал маме, о чем они договорились с мужиками, и пошел спать. И вот так вот прошло две недели. Точнее, пролетели в делах. Подновил крышу на бане, подправил забор, как и сказал батя. И как-то чуть легче от этого стало. И вот уже пришло время ехать на пасеку. В этот раз без заезда на зимовье нужно было проверить рамки и откачать первый мед. Медогонка лежала в телеге. Матвей внимательно перебрал в голове все, что уже сложил в телегу. Не забыл ли чего ты, взрослый? И они с мамой закрыли ворота и поехали. Матвейка правил, а мама трослась сзади, иногда охая на кочках. До пасеки добрались быстро. Стоял жаркий, свежий полдень, и над пасекой висел неумолчный гул. Пчелки трудились, ныряя в литок с полными мешочками пыльцы на ножках. Что им до той войны? Матвейка слегка переживал, хотя пчелы его тоже не кусали. Почему-то. Сгрузили с мамой медогонку, поставили в тенечек, рядом с ней поставили деревянный бочонок. Мама поудивлялась, поудивлялась на шалаш. Очень он ей понравился, потому что отец строил. А Матвейка тем временем запалил дымокур, и пошли они проверять ульи. Матвей открыл крышку первого улья. Пчелы встревоженно закрутились вокруг, зажужукали. И Матвейка пшикал-пшикал их дымом, отгонял их в сторону. И вытащил первую рамку. Посмотрел ее на свет. О, полне ханька. Обрадованно, вытащив пяток рамок, он понес их к медогонке, сметя предварительно веточкой пчел обратно в улей. Соскреб восковые пробки, установил две рамки в медогонку и принялся раскручивать ручку. И рамки завертелись, разогнались, и вот по желобку в бочонок потек первый, прозрачный, очень запашистый мед. Медогонка. Мед гоним. Ага. И они наполнили медом оба бочонка, закрыли улики и прикопали все следы меда, чтобы не привлекать медведя лишним запахом. Ведь он мед-мед-ведь. Ведает. Угу. Чем пахнет. Домой ехали повеселевшие немного. Мед был очень удачным, дозревшим, хотя и таким ранним. Матвейка не удержался и залез пальцем в бочонок, за что тут же получил крепкий подзатыльник от мамы. Но палец он все-таки все равно облезал, с превеликим удовольствием. Но ведь уже сунул всего. Что, выкидывать, что ли? И вот так вот и случилось первое серьезное дело без отца. И сколько их еще предстоит таких? И вот Матвейка засобирался на зимовье. Следующие дела. Нужно было завести туда соль, кадушки под грибы, укроп сушеный, надрать смородинового листа. Внутри его просто снидало волнение. А как иначе? Первая самостоятельная поездка в тайгу только он и Серко. Мы оба други. М-м-м, а страшно. Страшновато оно. И очень гордо. Матвейка твердо знал, что отцу за него краснеть не придется. Вот вернется с войны и увидит, что хозяйство вот, по-прежнему все крепко, стоит, грибы насолены, солонина в доме есть, дичь набитая, вон крыша на бане подлатанная. Сделал все. А еще сено поставлено, дрова на зиму заготовлены, поле убрано, картошка в погреб всыпана рядом с морковкой и свеклою, капуста в бадьях квасится, телега обслужена, даже не скрипит, и сани тоже обихожены на зиму. Все заготовлено. Все запорото. Так говорил дед. Вот только не знал пока, как он все это сделает. Еще не сделано все. Но если отец сделал, то и он сможет все. Некогда переживать. Тут дело делать надо. И он работал. Каждый день от зари до зари тянул всю отцовскую лямку. Ну, так ему тогда казалось. И гордился этим невероятно. Ну, а завтра надо ехать в тайгу. Все. Грибы пошли. Грибочки. Маслята по сосновым опушкам, подберезовики с подосиновиками, и крепкие грузди по березовым колкам. А в чистых сосняках там белый гриб. Ароматный. Больше всего люблю его. И вот пришло время заготовок. Матвейка договорился с уличанскими мальчишками и девчатами, и они всей гурьбой будут заготавливать сразу на несколько семей. Ммм, оптом дешевше. Мальчишки обустроят весь быт, подготовят летнюю печку на полянке возле зимовья и будут собирать грибы. А девчата будут их солить в березовых кадушках. Командовать девчатами будет Анюта, как самая опытная. Да, она. Она каждый год со своими родителями и братьями выезжала в тайгу на заготовку, и она знала об этом все. А пацанами будет руководить Матвей. И это заставляло собраться, обдумывать все и искать совета у мамы. Мам, а как лучше грибы заготавливать? Ну, когда одно лукошко, оно же это же одно. А тут ведь на всех надо. Много. И мама принялась обстоятельно рассказывать. Она понимала, как важно для Матвея не ошибиться. Ну, сначала, сынок, ты должен всегда знать, что нужно делать, даже если совсем не знаешь. Тебя поставили управлять, а это ответственность. От того, как ты скажешь, будет зависеть все. Поведешь за грибами не туда, и так и не заготовите ничего. Пустыми придете. Или слишком далеко будешь собирать. Половину принесенных грибов просто будете выкидывать. Белый гриб, он три часа только нормально себя чувствует, а дальше все, червяк его съедает. А вот грузди с лисичками, они по три дня нормально лежат. Подберезовый брать надо только с крепкой шляпочкой и на сухом месте всегда. В сырости они быстро портятся, они синеют. Маслята брать надо только некрупные и обязательно скользкие. Такие самые лучшие. И Матвейка запоминал изо всех сил морщил голову своего лоба и сравнивал услышанное с тем, что знал сам. Он еще никогда так не обдумывал сбор грибов, чтобы все вышло. А ведь, оказывается, так много всего нужно учесть, выблюсти. А мама меж тем продолжала наставлять. Если ты разом все виды грибов принесешь, девчата просто замаются их перерабатывать, перебирать здесь. Ведь каждому грибу свой подход имеется. Ну вот и планируй. Если белого много, бери в первую очередь его и подосиновики с березовиками, подберезовиками. Белый — это царь гриб. Он самый вкусный. А потом уже можно и грузди с лисичками собирать. Груздь он все лето растет, аж до самого снега. Еще успеете заготовить. А вот белый, он капризный. Чуть жара постоит, и все, и нету белого. Чуть дольше, чем надо, дождик полил, и снова нету белого. Ну да. И Матвейка только диву давался. Как же много всего нужно знать. Аж башка сейчас бахнет. Это ж столько нужно знать, запомнить, чтобы грибы заготавливать. Да это только грибы, а потом еще ягоды. Но зато какие же вкусные они на столе, а? С чесночочеком и смородиновым листочком. М-м-м. С укропным духом да под парящую отварную картошечку. Ах, как хрумкают, а? И Матвейка даже сглотнул слюну и спросил. Мам, а мам, а солить их как? Варить их надо или нет? А сколько надо брать соли и всего остального? Но мама только сказала. А этого тебе пока знать не нужно. Девчата ваши сами справятся. Не лезь туда, кто другой должен делать. Анютка, вон какая бойкая да шустрая. Она все умеет. А, Матвей? И лукаво так улыбнулась, заставив Матвея покраснеть аж до корней волос. Быстро и жарко, как буряк-свеколушка. И мама сделала вид, что не заметила этого его смущения и продолжила, вставая и наливая ему холодного молока из крынки. На-ка вот, молока попей, да и послухай, что еще скажу. — Твое дело Анютке помогать, а не командовать ею. Слышишь? Обеспечь ее грибами в полной мере, а уж она уже там сама справится. Слышишь? Восемнадцать ООО выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ООО. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки.